МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небольшой отрывок представленного спектакля. Кажется, я застрял. Ура! Чурень, вот, а! Аппа! 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 Я застрял! Аппа! Игорь, а куда же мы теперь суп-то будем наливать? Аппа! Аппа! Это нужно разбить. Не сметь, она стоит 4 крона. Легче уши отрезать. И запомнить на всю жизнь дешевле. Это отрывок из спектакля «Эмиль из Лёненберге», поставленного Дамиром Бахтиевым по произведению Астрид Лингрен. Именно его молодой режиссер представил на творческой лаборатории. Работа над этой постановкой длилась всего 6 дней, но за столь короткое время Дамиру и актерам удалось совершить невозможное, а именно поставить не эскиз, а полноценный спектакль, который по достоинству оценили главные и самые строгие зрители – дети. Помимо Дамира Бахтиева, в творческой лаборатории принял участие еще один молодой режиссер, который представил на суд жюри и зрители эскиз спектакля «Собака на сене». Ну а сегодня у нас в гостях главный режиссер театра драмы Карен Нарсисян. Здравствуйте, Карен Юрьевич. Здравствуйте. Хотелось бы чуть подробнее поговорить о прошедшей лаборатории и главным образом узнать, чем же подобный формат работы интересен самому театру. Он интересен в первую очередь тем, что это определенная встряска, это определенный экзамен на вшивость. Готовы ли мы за такой короткий срок включиться в работу и выдать действительно за шесть дней результат. И огромный плюс в том, что это дело безответственное. То есть мы совершенно не обязаны сделать шедевр, сделать качественный спектакль. Лаборатория на той лаборатории, что это проба пера. Для нас, для Рязанского театра драмы, этот опыт был впервые. Мы, конечно же, волновались. Конечно же, мы с большим интересом и волнением ждали, чем же все это закончится. Хотя я наблюдал за процессом репетиции, был в постоянном общении с режиссерами, с актерами. Порадовало то, что актеры с первой же репетиции, просто они приняли эти правила игры, выходили абсолютно счастливы с репетиции, что очень радовало. И очень порадовал результат. Потому что и в случае со спектаклем для детей Эмилис Лённберге, это просто практически готовый спектакль, который можно просто... Это даже не фрагменты спектакля, это получился практический спектакль, который можно немного доделать и играть. Что касается «Собаки на сене», это короткий формат, короткометражный спектакль, но он абсолютно целостный, с очень интересными актерскими работами, с интересным режиссерским решением. И, в общем, я лично очень рад, что в жизни Рязанского театра драмы произошел такой опыт. Потому что это в любом случае, да, это молодые режиссеры, это молодость, это какая-то новая энергия, это все равно погружение в какие-то другие миры. И я очень надеюсь и почти уверен в том, что мы это будем продолжать. Скажите, вот творческая лаборатория уже окончилась сегодня. Можно говорить о том, будут ли представленные спектакли дорабатываться и войдут ли они в репертуар театра? Спектакль «Эмиль» из Лённберге, он будет дорабатываться. Мы, правда, пока не знаем сроки, не знаем, как, когда, это надо еще, конечно, подумать, но вот просто выбросить, забыть, мне кажется, просто это мы не имеем права. Потому что просто хотя бы потому, что там были такие замечательные актерские работы. Потому что мы видели, как замечательно реагировали дети. А другое дело, что это был показ на малой сцене. Надо думать о том, если это переносить на большую, плюсы, минусы. То есть, с одной стороны, решение есть, о том, чтобы эта работа продолжать. С другой стороны, есть еще масса вопросов, потому что одно дело все равно эскиз, другое дело спектакль. Это надо еще обсуждать и с режиссером. В любом случае, это сейчас была работа без художника. То есть, в любом случае, подключается художник, подключается цеха. Это все еще требует определенных решений. Но желание есть, вот в первую очередь, по «Эмилю». «Эмилю». Но и «Собака на сене». Она тоже хороша. Другое дело, опять же, там вот этот необычный формат, в котором это происходило, на мой взгляд, имеет смысл. Если спектакль доделают, то доделают именно в этом формате. Это чуть-чуть сложнее, потому что мы отсекаем работу большой сцены, то есть, точнее, большого зала. Это все надо просчитывать, продумывать. Но мы от этой идеи не отказались. Карен Юрьевич, насколько я знаю, проведение этой лаборатории было желание, в первую очередь, самого театра. Да, конечно. Но стало это возможно благодаря тому, что вы выиграли грант. Да. Если можно, чуть подробнее, что это был за конкурс от Союза театральных деятелей России, с чем вы выступили, и как получилось из такого количества заявок все-таки попасть вот в ту самую двадцатку, которые получили гранты. В Союзе театральных деятелей Российской Федерации в Москве есть отдел, который занимается детскими театрами, детскими театрами, театрами кукол. И они периодически, из года в год, вот проводят такие вот конкурсы, они выделяют гранты, они всячески помогают развитию детских театров. Ну, собственно, в этом году мы решили подать заявку. А уж почему? Наверное, наверное, была грамотно составлена заявка, наверное, экспертному совету, то есть это же, это решение принимает ни там, ни начальник отдела, там, ни один, ни два человека. То есть это есть экспертный совет, который рассматривает огромное количество заявок и из Москвы, и со всей России. Ну, вероятно, мы сработало то, что мы грамотно изложили концепцию, мы грамотно выразили, высказали то, что хотим. Ну, результат, с моей точки зрения, превосходный, мы тоже видели эти спектакли, тоже очень понравилось. Но, насколько я знаю, пока у вас еще сезон не открыт, несмотря на то, что работа кипит, когда сезон откроется и чего рязанцам ожидать от открытия сезона? Ну, мы открываем сезон 30 сентября, открываем сезон премьерным спектаклем «Гамлет». Премьера состоялась в конце прошлого сезона, мы его сыграли два раза, и сейчас вот мы новый сезон 229-й открываем премьерным спектаклем «Гамлет». Затем у нас в планах выпуск спектакля, тоже работа над которым «Идиот», она началась еще в прошлом сезоне, это спектакль «Бог резни» по пьесе Исмина Реза. Посмотрим, может быть, будет изменение в названии. Это, по всем случае, по пьесе «Бог резни» такое вот немножечко жестковатое название, но это очень интересная пьеса такая, знаете, она и комедийная, она и мелодраматическая, но в любом случае о человеческих взаимоотношениях. Премьера будет в ноябре. Дальше у нас мы проводим впервые международный театральный фестиваль, куда ждем гостей и из зарубежья, и из России. Дальше у нас в планах сказка для детей «По щучьему велению», которая будет выпущена к Новому году. После этого в планах у нас Островский пьеса «Не все, коту масленица». Также у нас будет комедия положений замечательная, яркая, хулиганская, веселая. Ну, в общем, планов громадье. Это вот я пока вам даже... Еще у нас идет на малой сцене работа над спектаклем «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова. Ну, в общем, рязанцев, театралов порадует. Порадует непременно, потому что просто ждем в театр очень... Есть что показать и будет много новинок. Ну что ж, спасибо большое, что сегодня согласились к нам прийти. Мы желаем вам удачи, с нетерпением ждем открытия театрального сезона. Спасибо вам. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»